Более 45 спортсменов приехали на четвертый кубок Московской области по северной ходьбе. Несмотря на то, что эту физическую активность признали видом спорта лишь несколько лет назад, популярность ее быстро растет. И география североходцев с каждым годом только расширяется. Сегодня присутствует достаточно большое количество городов. Это из подмосковных. Это Электросталь, Пушкина, Дмитров, Балашиха, Видное, Домодедово. Большой представлен, очень сильно представлен Ленинский городской округ, потому что здесь много поселений представлено, которые участвуют у нас в жизни федерации. Также у нас из Смоленска, Тулы, Твери. Дистанция у спортсменов 5 километров. Быстрым и широким шагом идут мужчины и женщины, молодежь и пенсионеры. Самому юному участнику 18 лет, а взрослому 64 года. Парк Апаринки практически единственная в Московской области площадка, идеально подходящая для проведения соревнований по северной ходьбе. Прекрасный ландшафт с перепадами, профессиональный грунт. Все для удобства спортсменов. В числе постоянных участников соревнований – москвич Алексей Матвеев, который раньше был ультрамарафонцем, но после очередной травмы он взял в руки палки и ни разу об этом не пожалел. Несмотря на кажущуюся простоту и легкость, мужчина признается – здесь всегда есть к чему стремиться. Лично для себя я время улучшил. И я для себя сегодня стал победителем. Победителем, потому что я пришел. Победителем, потому что я решился на это. И я теперь понимаю процесс, который я прошел сегодня за соревнования, знаю, как мне дальше тренироваться, чтобы улучшить свои параметры и качества. Довольна своими результатами и видновчанка Елена Маркина. Увлеклась ходьбой она всего год назад и очень рада своему новому хобби, которое приносит только пользу для здоровья. Она очень поднимает настроение, снимает дипрессию. Все плохие мысли улетучиваются, приходит хорошее настроение, ну и позвоночник двигается, ключевой пояс развивается. Это только плюсы для здоровья. Секрет растущей популярности этого вида спорта в универсальности. Занимаются зимой и летом, в любую погоду. Экипировка доступная, минимальные ограничения и риск травм. Так что начать свою историю знакомства с северной ходьбой может каждый из нас. Это физическая активность для любого возраста абсолютно. И в любом возрасте просто ставятся разные задачи. Либо это спортивная для более молодых, для пожилых. Это, скажем, такая большая реабилитация идет с помощью палок. Завершились соревнования награждением, медалями и кубками. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.